На Кубани на финишную прямую выходит летняя оздоровительная кампания. Детскому омбудсмену губернатор рассказал, что практически все учащиеся края охвачены разными формами отдыха, причем круглогодично. Край выделил огромную сумму для нашего региона, 2,2 миллиарда рублей на оздоровление детей. Если посмотреть в разрезе, то есть на 150 тысяч деток со всей страны и 450 тысяч наших. 450 вроде как много, а реально у нас практически 1,2 миллиона детей. Как минимум, ну это третья часть всего лишь побывала на море. Самое главное право у детей, это все-таки право на детство, на само детство. И вот это право мы у них никак не можем забрать. Мы должны создать все условия, чтобы они это право реализовали, пока они дети. И вот здесь мы, я вначале уже говорил, мы это измеряем количеством средств, которые выделяем. Наверное, не этим это измерять, а громкость детского смеха. Конечно, потенциал Краснодарского края в плане оздоровления детей, он огромен. И очень важно достойно использовать его и, конечно, приложить все усилия. Есть вопрос не только в здоровье ребенка, не только в том, что он видит море, но и в безопасности. Как показывает наш анализ, который мы проводим каждый год, дети, которые охвачены организованными формами отдыха, находятся в большей безопасности, чем те, которые предоставлены сами себе. Особое внимание в край уделяется несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации. В этом году около 30 тысяч детей получили бесплатные путевки в санатории и лагеря на побережье. Не забывают и о многодетных семьях. Для нас принципиально важно, я уже говорил, чтобы мы сохранили возможность многодетным семьям тоже оздоравливать своих деток в крае. На эти цели мы выделили около 1 миллиарда рублей. Около 30 тысяч деток из нашего края, из малообеспеченных семей отдохнули уже, до конца лета отдохнут бесплатно в детских лагерях. Для нас тоже это очень важно, и это стратегическая наша задача – помогать семьям, где проблемы с финансами, чтобы все-таки дети имели полноценный отдых. Во время рабочего визита Анна Кузнецова посетила Всероссийский детский центр «Орленок». Она пообщалась с лауреатами премии «Горячее сердце». Это герои, которые, несмотря на свой юный возраст, показали пример стойкости и отваги. Также детский омбунсмен провела пресс-конференцию для ребят из отряда радио.